всем привет с вами Игорь сегодня покажу посылочку которая мне пришла это вот такой вот метр не только для альтернативной энергетики может быть для чего-то еще другого постоянного тока тут даже не видно а так вот dc power 300 вольт 100 ампер 300000 ватт 30 киловатт не знаю правда ли это 30 киловатт выдержит нет вот что на нем отображается так что то плохо видно как так вижу хорошо через камеру разве что вот так вот ну вольты напряжение ток ниже здесь вот сейчас ручку возьму вот вот это вот у нас ваты сколько он сейчас мой массивчик солнечный сейчас 201 вольта 170 ватт ну сейчас пасмурная такая погода дождливая 6 киловатт 69 киловатт 609 киловатт часов вот кстати у меня вот здесь вот киловатты часы три цифры ну что видел ваттметры тоже такой же самый только у него здесь вот почему-то до точки две цифры это уже не дуба вот ему там приходится после каждых 99 киловатт часов обнулять его потом добавлять потух вот это как-то не очень интересно я тоже думал что у меня такой придет но пришел такой вот наверно китайцы исправили свою ошибку и тут у меня теперь 33 цифры киловатт часах то есть 999 киловатт часов будет считать это ток наверно аккумуляторов амперы часы это температура это цена за киловатт можно выставлять цену и будет считать я это не выставлял мне это не надо и по кругу там тоже самое почти еще co2 тут есть килограммах по кругу дальше это подсветка монитор чека сколько она будет светиться потом тухнет но я выставил 59 секунд минут а потом он потухнет потом дальше все то же самое на китайском мне вот этот режим больше всего подходит вольты амперы мощность ваттах или киловаттах и киловатт часы что мне и надо приехал он вот таком вот конвертики желтеньком такая бумага плотная довольно тут еще внутри такой вот пакетик с пузырчатой пленки чтобы он где-то не подбился там и сам сама упаковка еще внутри тоже обклеена пузырьками такая может не видно на такая она лопается до такая вот упаковочка тут я заклеил свой адрес и телефон вряд ли там то есть кто ли там может посмотреть какие-то не надо досветить тут откуда он и шло видно чина чина пост китайская пошта вес посылки цена доставки 2 и 8 доллара кстати мне такой вот метр этот опять потух обошелся в 10 долларов это с бесплатной доставкой то есть там есть товары на алиэкспресс бесплатной доставкой просто отыскиваешь с платной там дешевле в принципе одно и то же что платная что бесплатная там они просто включают стоимость доставки в цену товара вот получается если тут 2 и 8 доллара вот я даже так подсчитывал это цена самого приборчика 7 долларов а в украине этот приборчик это я заплатил за нее 10 долларов 263 получается примерно украине он 460 это самое дешевле дешевле я не ношу вот можете себе представить до производитель вот у него стоит 7 долларов себе стоимость еще ну там пускай себе стоимость там 3 доллара это все эти запчасти там корпус пластик вот это все bluetooth там кстати есть модуль он передает на эту но об этом я позже вот пускай он там заработал 3 доллара на этом приборчике а у нас интернет-магазины зарабатывают это сколько в два раза дороже 200 гривен накидывают почти в два раза это получается 8 долларов производитель заработал 3-4 перекупщик заработал 8 нормально поэтому я решил брать в китае ну там не все правда так дешевле некоторые товары тяжелые и такие объемные то они выходят дороже чем их брать здесь на украине там выгодно брать такие мелочи что в конверт лазит какая-то электроника такие вот метры смартфоны что-то такое вот мелкая но тогда выгодно вот есть у него это еще приборчика bluetooth соединение вот я скачал вот такую программку и тест называется но эта программка не хочет к нему подключаться bluetooth включен планшет его видит отображает что такой-то dc 3010 подключен но тут одни нули я не знаю что ему сделать тут эти кнопки не реагирует переключение режимов что не нажимай тут никакой никакой реакции нули короче обмен данными не происходит почему-то если кто-то знает что ему делать и какая может быть причина то напишите мне в комментариях буду благодарен что это такое или у меня с планшетом что-то проблемы скорее всего с планшетом у меня такой уже немного старенький третий год ему не знаю если что-то там какие-то мысли у кого-то будет как его настроить чтобы она отображалась наша программка интересная тут они графики строит и память у него есть и все то же самое даже больше функций получается отображает чем на самом экранчике хотелось бы им пользоваться но не получается пока что вот вот такой вот покупочка я доволен в принципе пришла посылка довольно быстро вот тут время упаковки или отгруза там принятие на почту наверно двадцатый год второй месяц 15 число это когда наверное продавец отправил на почту отнес этот товар а третьего числа 3 3 3 марта он уже был у меня даже раньше приехал даже чем я рассчитывал вот все тоже все то что я хотел в нем есть прислали то что я и думал и хотел тут никаких вопросов вот здесь только вот не могу по блютусу подключиться если кто-то понимает и знает то подскажите почему она не подключается по блютусу ну что еще могу сказать короче выгодно брать в китае такие мелкие вещи высокотехнологичные там это намного дешевле усмотреть надо вот единственное что там посоветовать это первая моя посылка но я так тоже читал об этом что смотреть на такой продавец сколько он продал этих вот метров там смотришь там много продает этих вот метров там один продавец продал три штучки 4 5 6 там есть 10 а вот это тут что я убрал то у них продал что-то там больше тысячи уже больше тысячи то понятное дело что брать надо продавца который продал их уже много много выбирать таких продавцов который большой оборот они себе репутацию портить им сами себе им нет смысла вот смотреть на рейтинг продавца смотреть отзывы там пишут много покупают с украины с россии там понятным языком написанных то что пишет в отзывах чтобы было побольше отзывов включилась еще одна нагрузка у меня напряжение просела до 175 но зато немного увеличилась мощность 420 ватт при 180 89 наверно немного тучки рассасываются но это уже другое видео а вот так что советую всем брать с китая там защита покупателя кстати есть деньги они не идут сразу продавцу они там как бы зависают на алиэкспресс когда вы получаете товар проверяете и смотрите все то что надо там кнопка все нормально даете отмышку и тогда уже аж деньги идут продавцу а до этого до вашего одобрения от это деньги продавцу не уйдут если что-то не то там цвет не тот то можно оспаривать продается просто сбрасывать будет сильно цену скидки делать большие вот ему не выгодно забирать товар назад эти доставки они это все очень дорого всем вот вот как-то так так что покупайте китае это выгодно немного подождать конечно надо но я думаю что это стоит того чем переплачивать нашим перекупщиком которые никак не могут нажиться имеют такие те же 260 он там с бесплатной доставкой тут он 460 как это понимать я не знаю такая жадность или что как то так ну все по покупочке на сегодня все буду и дальше заказывать всем советую всем пока